Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Правил успеха» с профсиазбанком. Ее ведущие Тихонов Кирилл и Оксана Романчук. Спасибо, Кирилл. Здравствуйте. И мы рады приветствовать нашего гостя Дмитрия Порочкина, президента Клуба молодых предпринимателей и серийного предпринимателя. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, сегодня мы хотели бы поговорить о бизнесе, о историях успеха. Может быть, не только успеха, потому что бизнес зачастую связан не только, наверное, с одним позитивом. И, наверное, первый вопрос. Как вообще пришла мысль стать предпринимателем? Были какие-то предпосылки? Наверное, предпосылки были, потому что у меня отец занимался бизнесом. Я, как и все студенты, учащись в университете, начал подрабатывать, но в какой-то момент своей жизни понял, что больше не хочу работать на дядю. И решил открыть собственную компанию. Это было на четвертом курсе института. Это было как-то связано с темой вашего обучения, с направлением? Да. Я закончил МГТУ имени Баумана по специальности программирования. И начинали мы с моими сокурсниками, вместе открыли первую компанию. Мы занимались информационной безопасностью, разработкой программного обеспечения. То есть полностью тому, чему нас учили, без первоначальных каких-то вложений. Нужны были только наши знания и домашний компьютер. То есть, по сути, у вас даже не было опыта работы, как это сейчас говорится, по найму. Вы, по сути, начали сразу же заниматься собственным бизнесом. Буквально год я отработал, чтобы понять вообще, что такое работа, чтобы войти в процесс. Набрался опыта и после этого открыл собственный бизнес. Вообще, когда мы с друзьями решили, что хотим открыть компанию, мы долго думали, чем бы нам заняться. И мне понравилась фраза одного из успешных предпринимателей. Он сказал так, что не стоит гнаться за лидерами рынка. Ваша компания никогда не будет вторым Майкрософтом, вы не будете никогда вторым Эпплом. Надо создавать собственный рынок и быть на нем лидером. Именно так мы и поступили. В 2006 году, если вы помните, были очень распространены сюжеты на ведущих телеканалах о том, что кругом хакеры воруют базы, базы МТС, ГИБДД. И все кругом занимались информационной безопасностью, защищали данные. Но ни одной компании на рынке не было, кто бы взламывал сети за деньги официально и показывал, как глубоко можно проникнуть в локальную сеть компании. Вы решили взять на себя эту миссию? Мы решили взять на себя абсолютно свободно. Абсолютно. Не было ни одной компании, кто бы этим занимался. Для этого не нужно было никаких денег. Была выставка на феврале месяце, 2005 или 2006 год это был. У нас было на руках 10 буклетиков распечатанных, 10 папочек и 10 на 4 принтера мы распечатали коммерческих предложений. Вот из 10 одно выстрелило. Это было главное финансовое управление города Москвы. Мы работали практически бесплатно. Нам нужно было только рекомендательное письмо от них. Как хорошо мы выполнили свои задачи. Дмитрий, правильно ли мы поняли, что вы за деньги компании показывали им же, как ненадежные системы? Конечно. Потому что многие компании выстраивали защиту. А как понять, насколько она хороша? Вот мы с друзьями, с другого, плюс были ребята с МИФИ, факультет безопасности, ломали сети, сайты и показывали ошибки, которые есть. То есть, в принципе, у вас достаточно такой интересный, позитивный пример, когда практически без первоначальных вложений, без инвестиций вы, собственно говоря, стали делать первые шаги. И в какой момент вы поняли, что этот бизнес состоялся? И, собственно говоря, когда это произошло? Примерно через полгода, когда на этот рынок вышли крупные компании и начали расти рекламный бюджет, мы, естественно, поняли, что мы не конкуренты на этом рынке. И мы с него ушли. Но за это время... То есть, вы работали не так много, да? Мы не так много, но мы собрали сливки. То есть, самые основные компании, то, что было интересно, дальше уже боролись там они между собой. Это уже было не так интересно. Но вот первоначальный капитал мы сделали в короткие сроки, без каких-либо уложений. Ну и что важно, вы, в общем-то, наверное, вовремя поняли, что конъюнктура рынка изменилась и, соответственно, приняли очень важное решение. Уйти с ним. Уйти. Да, это тоже очень, ну, как бы, ценно. И какое было второе направление? Вообще, за 7-8 лет ведения бизнеса у меня было там несколько десятков компаний. Сейчас, знаете, модно стало говорить серийный предприниматель, там, стартапер. Я вот всем говорю, что я такой серийный неудачник, наверное, в бизнесе. И почему, у вас первый пример достаточно позитивный, вы, по-моему, отработали очень. В том случае, компания закрылась. Хотелось бы, конечно, чтобы она дольше проработала. Так вот, из там полутора десятков, двух десятков компаний, наверное, вот реально, которые работают, или те, кто осталось, это не больше там трех-пяти. Значит, следующее направление, куда мы пошли, это видеонаблюдение через интернет. Ну, здесь у вас уже был треначальный капитал. Уже, да. Пошли мы с пониманием рынка, с офисом, с каким-то персоналом. Дмитрий, прошу прощения, вы пошли вот именно в эту сферу. Это основывалось на каком-то изучении потребностей рынка. Вы увидели, что действительно в ваших услугах нуждается или вам хотелось этим заниматься? Все очень просто и банально. Когда люди ко мне приходят и говорят, каким бизнесом заниматься, я всем всегда говорю, смотрите под ноги. Бизнес-идеи, они валяются, вот просто люди их не видят. Есть такая теория, что человек не видит 99% окружающего мира, у него как шоры на глазах. Так вот, и эти бизнес-идеи, они как-то сами собой рождались. Значит, как появилось это направление видеонаблюдения через интернет? Тоже небольшая предыстория. Мы одни из первых в России, кто разработал вообще мобильные приложения на телефон. Тогда еще не было 3G-сетей, были 2G. Первый из России, кто начал из Китая привозить там железо, под него прошивки делали соответствующие. Откуда пришла идея? Точно так же из телевизора. Огромное количество сюжетов про то, что как няни, что делают няни или домработницы, когда нету хозяев дома. Как-то сидел вечером, думаю, так здорово, а как за ними наблюдать? В интернете ничего похожего нет, а давай это сделаем. Посоветовались с программистами, посмотрели технологии и буквально через месяц-два-три выпустили первое решение для мобильных телефонов. Но вот здесь, к сожалению, вот этот бизнес был не такой удачный, он разорился. Дмитрий, если не спать, это просто камера, и, соответственно, там есть передающий модуль, да, соответственно, идет через обычный воздух, как говорится. О законодательстве вы не думали. А там все просто. На тот момент, я не знаю, как сейчас, на тот момент можно было повесить табличку, что ведется видеонаблюдение, и этого было достаточно для того, чтобы наблюдать. Абсолютно верно, была просто камера, которая снимала картинку, дальше эту картинку она передавала через интернет, все хранилось на серверах удаленно, то есть в компании мы ставили, либо там дома. Ну и, соответственно, заказчик мог из любой точки получить доступ. Но ведь это же не только, например, для того, чтобы наблюдать за нянем, например, дача, коттедж. У нас ставили это и в, допустим, когда были распространены игровые автоматы, потому что все же стали умные, и когда происходит ограбление, вместе с ограблением выносят компьютер, либо сервер, на который идет видеозапись. А здесь сервер удален. А здесь он удален, да. И что же здесь случилось с этим направлением? Такая удачная бизнес-удея, на первый взгляд. На первый взгляд, удачная. Это одна из ошибок, которые совершают предприниматели. Я для себя извлек этот опыт, то, что если идея хорошая, надо ее добивать до конца, дожимать. Получилось так, что, опять же, мы были первопроходцами, и рынок был не готов. Приведу пример. Значит, мы проталкивали эту идею где-то год-полтора. На тот момент в Яндексе было порядка 70 запросов в месяц. Когда у нас уже все, руки опустились, уже даже не то, что денег мы туда много вкладывали. Мы не вкладывали денег, но бизнес работал в ноль. А полтора года работать в ноль, это очень тяжело. И уже опустились руки, мы закрыли эту бизнес-идею, и буквально через полгода количество запросов стало 300. А сейчас количество запросов 30 тысяч. То есть можно легко посчитать, во сколько сотен раз выросло рынок. Видеонаблюдение в России должен быть вам благодарен за то, что проснулся. Интерес к этой теме. Отчасти мы были первопроходцами, которые выступали, продвигали в интернете, с частными компаниями работали, с видеонаблюдением. Но, тем не менее, на этом проекте вы денег не потеряли, вы же заработали. Мы, слава богу, не потеряли, работали в ноль, но не заработали. Все-таки основная задача бизнеса – это зарабатывать денег. То есть была такая некая генеральная репетиция, да? Да. У нас пока все вот эти бизнес-идеи, которые у нас были, они какие-то где-то в ноль, где-то в маленький минус. К сожалению, это больше был, так я сейчас понимаю, не бизнес, а обучение, такой MBA на практике, я бы сказал. Потому что я занимался бизнесом, вот начиная от разработок программного обеспечения и заканчивая. Там у нас был свой ресторан или торговая компания, мы продавали франшизы. То есть это все, конечно, колоссальный опыт, но с точки зрения именно профита. Дмитрий, ну, с другой стороны, это, в принципе, тоже хороший пример, потому что многие считают, что, став предпринимателем, практически через месяц люди уже получают большие сверхдоходы. И на самом деле, вот на вашем примере видно, что это достаточно длинный путь, и на самом деле не надо отчаиваться, если первые там проекты, они хотя бы даже делают. Вообще никогда не стоит опускать руки, потому что, допустим, в России такая статистика, что предприниматель примерно 2,3 раза разоряется перед тем, как создаст успешный бизнес. Поэтому, если у вас первая компания разорилась, это не стоит опускать руки, надо двигаться дальше. Если разорилась вторая, то все равно стоит браться за дело, потому что по статистике у вас есть еще возможность все-таки, чтобы ваша компания, которую вы создаете, начинала. Ну, вот в вашем случае, на вашем примере, какой был по счету успешный проект? Как раз-таки где-то вот третий проект, у нас третий бизнес стал успешным. То есть теория? Теория верна. Теория верна. Теория верна. В какой сфере это был бизнес? В сфере IT. То есть, несмотря на то, что мы закрыли направление, связанное с информационной безопасностью, мы не оставляли разработку программного обеспечения. И так или иначе, это хвостиком за долгие уже 8 лет тянется. И сейчас это переросло в модное тоже направление, это облачные технологии. Мы сдаем в аренду программное обеспечение. У нас сервера находятся в Германии. И эта услуга тоже сейчас пользуется популярностью, набирает обороты. Мы были одни из первопроходцев, кто еще в далеком 2008-2007 году, когда, наверное, еще не было вообще определения облака, предоставляли услуги виртуального офиса, когда продвигали эту услугу. Дмитрий, а вы, получается, вот в процессе построения своих компаний не сталкивались с проблемой привлечения денег? Или были у вас такие моменты, когда вы понимали, что хочется, но денег нет, надо их как-то искать? Все-таки старались находить идеи, где минимальное капиталовложение. Да, мы пытались войти в крупные проекты, инвестиционные, с теми же самыми стройкой, но не получалось, потому что не было денег. И сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что слава богу, мы этих денег не нашли, потому что там тоже работает статистика 2,3 компаний, 2,3 компаний разоряются, потому что инвестиции, так же как и кредиты, так же как и субсидии, которые выдаются в правительство Москвы, все-таки это ответственность, ответственность за чужие деньги. И как быть с точки зрения кредитов и субсидий, их нужно возвращать. Дмитрий, на этом интересном моменте мы остановимся и уйдем на рекламную паузу. Рекламная пауза. И снова здравствуйте. В эфире программа «Правила успеха. Справим себя и с банком». Ее ведущие Тихонов Кирилл и Оксана Романчук. Спасибо. И я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Порочкин. Президент клуба молодых предпринимателей и сам серийный предприниматель. Здравствуйте. Дмитрий, в первой части мы достаточно активно пообсуждали бизнес. Вот хотелось бы задать такой вопрос. Вы являетесь также еще и президентом Московского клуба молодых предпринимателей. Насколько удается совмещать общественную работу и бизнес? И могли бы вы немного рассказать о деятельности клуба? Мы его создали в тот момент, когда я открывал свою первую компанию. Про совмещение, безусловно, очень тяжело, потому что клуб у нас это не коммерческая организация. Мы не получаем ни бюджетных денег, ни поддерживаем какой-то партии. А какая цель была? Для чего вам необходимо было открыть этот клуб? И кому принадлежала инициатива? Вы же сами были молод и полон бизнес-идеи. Вот, инициатива принадлежала мне. Потому что обычный пытается вступить, а вы решили открыть. Это был 2007 год. Тогда все бизнес-сообщества, которые были, они были либо разделены по признаку отрасли компании, либо это были крупные организации, такие как «Опор России», «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата». Но не было ни одного молодежного бизнес-сообщества. Я, как будучи всегда активный человек, вступил в одно из таких сообществ. Пришел, посмотрел, молодежи нету, к тебе относятся как к сыну полка. Ну, а ты же вроде бы уже предприниматель, пусть и молодой, хочешь, чтобы тебя серьезно воспринимали. И так как мы поняли, что опять же, ну не то что рынок, а направление абсолютно свободное, мы с моим другом решили создать клуб, который бы объединял таких же молодых людей, которые занимаются бизнесом, молодых, целестремленных, успешных. И основное, то, что мы за него цель вложили, это… Вообще, я считаю, что основная цель любого бизнес-сообщества должна быть, это не, грубо говоря, флагом махать, а заниматься конкретной помощью развитию бизнеса и членов этого сообщества, которые в нем состоят. Мы, как я говорил, некоммерческая организация, на данный момент у нас 1300 молодых предпринимателей, самое крупное молодежное бизнес-сообщество Москвы, наверное, отчасти самое крупное в России, в Центральном доме предпринимателей, мы собрали актив 10%. Так вот, всем, кто считает, что молодежного предпринимательства нет, скажу так, 130 человек, 130 хозяев компаний, руководителей, московских, только московских, до 30 лет. Общее количество рабочих мест, которые мы создаем в Москве, это 35 тысяч рабочих мест, полмиллиарда долларов оборот на все компании. То есть, нетрудно посчитать, чуть больше 100 миллионов на каждого человека, который находился. Это 130 человек до 30 лет, это актив. Дмитрий, ну это очень серьезные показатели. А что дает членство в клубе предпринимателям? Вы выполняете функции менторства для своих членов, либо что? Есть два направления. Первое, чем больше мы известны, то, что можно там увидеть на сайт, фотоотчеты и прочее, это неформальное общение. Мы делаем разного рода деловые ужины, встречи, поездки, либо просто вместе ездим играть в пинбол, кататься на сноубордах, все что угодно. Почему неформальное? Потому что, как известно, у нас в стране в неформальных отношениях намного быстрее можно получить новые контакты, познакомиться с людьми. Так называемый нетворкинг. Нетворкинг, абсолютно верно. Модное английское слово. Второе направление, которое такая подпольная работа ведется с сотрудниками клуба, это непосредственно помощь в развитии. Здесь и помощь в получении разного рода финансовых средств, и помощь в развитии непосредственно бизнеса. Когда человек вступает к нам в клуб, мы проводим детальный анализ своего бизнеса, начиная от сайта, заканчивая бизнес-процессами. Кто делает анализ? Делают анализ такие же члены клуба, как тот человек, который к нам вступил. Ему предоставляется отчет, где рассказано, что можно сделать для того, чтобы его бизнес начал работать более эффективно и начал больше приносить денег. Зачем мы это делаем? Ну, во-первых, потому что я считаю, что это цель любого бизнес-сообщества. Второе, такая, может быть, отчасти наша скрытая цель. Нам выгодно, чтобы люди росли. Если растут наши члены клуба, растет и сам клуб. Вообще, я считаю, что одна из идеологий, которые мы пропагандируем в клубе, это развитие по принципу башенного крана. Один поднялся, поднял второго. Второй поднялся, поднял третьего. И так потихоньку, полегоньку мы развиваем собственный бизнес, мы развиваем какие-то новые направления в общественной деятельности, набираем вес, авторитет, и потом уже можем не только говорить от своего лица, но и от тех сотен или тысяч предпринимателей, которые мы объединяем в нашем клубе. А вот с точки зрения конкуренции, потому что наверняка есть предприниматели, молодые предприниматели, у которых направления очень тесно пересекаются, и насколько они готовы обсуждать это со своими коллегами, конкурентами? Мы говорим о том, что нет конкурентов, есть партнеры. Рынок очень большой в России, в нашей экономике всего 20 с небольшим. Поэтому развиваться есть куда, и здесь нужно развиваться совместно. И вот эта вот синергия, наоборот, помогает людям добиваться новых возможностей, новых высот в бизнесе. Наверняка есть какие-то успешные примеры, когда возникли новые связи, контракты, может быть, объединения. Мы только начали вести эту статистику, но в месяц мы сейчас ведем статистику по сделкам, то, что можем, да там по несколько десятков сделок. Если говорить про успешные бизнес-кейсы, ну такой, наверное, самый яркий из них, открывается один торговый комплекс, 7 тысяч квадратных метров электроники, куда, собственно говоря, мы привлекли, начали, зашли сначала клубом, потом привлекли ребят из клуба как инвесторов, других соинвесторов, стройка и прочее. Это вот самый такой крупный. Стоимость объекта сейчас несколько миллионов долларов. Ну и плюс десятки, сотни более мелких сделок, которые мы просто физически не можем контролировать. Точно так же открываются новые юрлицы, новые компании. Просто на своем примере скажу, зачем, опять же, мне нужен клуб. Я, честно признаться, там ищу новых партнеров, компонентов и бизнес-идеи. За последний год совместно с членами клуба я открыл две новые компании. Какой примерно баланс времени между бизнесом и… Примерно 50 на 50 на 50, да? Иногда даже больше бывает, потому что помимо клуба молодых предпринимателей, я сейчас возглавляю молодежный совет в департаменте науки промышленной политики предпринимательства города Москвы, это тоже львиную долю времени рабочего на себя забирает. Ну, стараемся как можем. Ну, то есть, насколько я правильно понял, никаких ограничений для вступления в клуб со стороны молодых предпринимателей не существует. То есть, любой желающий может прийти и, собственно говоря, и вступить. Главное, чтобы он разорял наши ценности с точки зрения ведения бизнеса. И желательно, чтобы все-таки он сделал первые шаги в бизнесе, и уже какая-то компания началась. Вот как-то так. Дмитрий, а если члены клуба, либо будущие члены клуба вашего подходят к вам и спрашивают, зачем быть предпринимателем? И стоит ли быть этим предпринимателем и строить свою компанию на свой страх и риск в условиях меняющейся экономики? Вы им что отвечаете? Хороший вопрос. В последнее время он меня самого терзает. Нужно ли вообще заниматься бизнесом или не нужно? Или стоит пойти в органы исполнительной и законодательной власти или в крупную госкорпорацию? Да, безусловно, там проще. Да, безусловно, возможно, там ты будешь даже больше зарабатывать. Но ты отчасти не будешь принадлежать себе. Поэтому каждый человек должен решать внутри себя, готов ли он, нужна ли ему свобода, готов ли он много тратить времени на то, чтобы быть свободным человеком, готов ли он брать на себя риск, ответственность. И если он говорит да, через определенный период времени у него открываются новые возможности. Говоря про ту же самую свободу, вот я студентам, которые... Мы часто выступаем перед студенческой аудиторией, и обычно это происходит с утра. И вот я говорю, ну вот надоело вставать, приезжать полдевятого в институт. Да, надоело, поспать бы. И вот в принципе, когда у тебя есть компания, ты можешь сказать, останусь, как я сегодня дома, и остаться дома. Иначе зачем тебе нужен бизнес? Это вот отчасти такая свобода, которая позволяет все-таки собственное время как-то. Дмитрий, ну 50% бизнес, 50% деятельность клуба, а время на личную жизнь, на какие-то свои интересы остается? Здесь я постарался совместить, если говорить про личные интересы, это деятельность клуба. И поэтому мы так много занимаемся неформальной деятельностью, спортом, поездками. То есть там есть такие бонусы, да, в виде... Да, да. То есть, допустим, там решили мы с друзьями поехать на лыжах покататься на новогодние праздники. Мы кидаем клич по клубу, тут же собираются несколько десятков людей, вот уже клубное неформальное мероприятие. Пока спустились, уже есть контакты. Уже есть, вот он на тверкан пошел. Это приятное с полезным. В семейное время есть суббота-воскресенье, в котором я стараюсь, чтобы это было проводить его дома, с женой, с ребенком. То есть суббота-воскресенье на бизнес табу. Последнее время поставил табу. Удается сохранять? Воскресенье точно, да. Суббота с натяжкой. Но все-таки стараюсь стремиться к этому. Насколько ваш бизнес, он сейчас работает, ну скажем так, автономно от вас? То есть, либо вас также беспокоят смс-ками, звонками, потому что вот образ предпринимательства – человек, который постоянно 24 часа находится в таком напряжении, у него телефон не выключается. Вот к вам это применимо? В последнее время, слава богу, я постарался сделать так, что телефон не звонит круглосуточно. Раньше было такое. Раньше у меня было в день по 160, по 180 звонков. У меня все близкие требовали, чтобы я выключал телефон дома, потому что это было невозможно. Вот так вот постоянно ходишь. Сейчас я в офисе появляюсь вторник, четверг, пятница. Во вторник это собрание по нескольким направлениям, плюс общественная деятельность. Четверг – это встреча с клиентами, либо опять же по общественной деятельности. Пятница – все, что не успел. Поэтому я постарался сделать так, чтобы все-таки бизнес работал автономно. Опять же, если ты постоянно привязан к этому бизнесу, зачем тебе такой бизнес нужен? Еще Генри Форд сказал, если бизнес не может работать без вас, это не бизнес. Вы, по сути дела, наемный сотрудник своей компании. Тогда лучше пойти работать в Газпром, быть наемным сотрудником, зарабатывать больше, чем в малом бизнесе, поверьте мне. Поэтому это одно из правил, которые я пытаюсь, хотел бы посоветовать всем предпринимателям, сделать так, чтобы ваш бизнес отнимал минимальное количество времени и максимально работал в автономном режиме. – По сути, получается, что вот она и есть история успеха. То есть начали с того, что было несколько проектов, вы не опускали руки, не сдавались. По сути, сейчас вышли на тот режим, который, наверное, считается, я бы таким уже, не побоюсь этого слова, финальным с точки зрения построения успешной карьеры. – Вы очень хорошо заметили вообще, что такое успех. Наверное, успех у каждого свое. Для меня успех – это то, что я сегодня уже несколько раз повторял, это быть свободным и делать то, что я хочу. Для кого-то, возможно, успех – это миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов рублей или долларов. Для них, конечно, тогда они работают с 8 вечера обычно до поздней ночи. Да, мой бизнес сейчас успешный. – А может быть, я вас попрошу пожелать, поскольку наше время уже подходит к концу, что бы вы пожелали молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, просто предпринимателям? – Я бы, наверное, хотел пожелать всем предпринимателям не опускать руки и не сдаваться, идти до последнего. – Как, собственно говоря, поступили вы? – И вас ждет успех. – Спасибо. – Спасибо большое. – Спасибо. – Друзья, в эфире была программа «Правил успеха с промсервисбанком». В гостях у нас был Дмитрий Порочкин. А вели программу Тихонов Кирилл и Оксана Арманчук. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.